Денис, вы сами в компьютерные игры играете? Я играю в консольные игры, Sony PlayStation. Ненавижу Xbox, как любой поклонник PlayStation. Хотя понимаю, что это в принципе одно и то же. Просто такой холивар, как между Canon и Nikon. Играю в основном, сейчас прохожу Bulletstorm новый. А так вообще играю в FIFA очень серьезно. Серьезно-серьезно уже несколько лет. Надо признать, что подобного уровня чемпионатов вообще в России, не только в какой-либо союзной республике, даже в России не проходит. Поэтому я участвовал не раз. И такого масштаба, конечно, никогда. А так вообще буквально неделю назад я принимал участие в российском чемпионате по FIFA 11. Нет, в FIFA песни посвящать не собираюсь. Играм, как правило, тоже. Так как мы неплохо дружим с Омегой, сектором, они меня довольно часто приглашают. Поэтому я какие-то там помогаю, что-то какие-то песни написать. Это какие-то там чисто творческие. Я всегда, в принципе, поддерживаю, потому что у нас сложились такие добрые, хорошие, дружеские отношения. Именно дружеские. Поэтому там каждый приезд, это больше приезд к друзьям, нежели работа какая-то с концертами. Подготовили, да, в основном новый альбом, потому что мы еще не выступали с новой программой. И какие-то фишки сделали новые, которые еще не делали в этом городе. Будет выступление с вашим местным исполнителем, хип-хоп-исполнителем Артем Мо. Я на самом деле дружу со многими рэперами в Казахстане. У нас уже есть трек с Гаспаром. А на сцене мы сегодня Артема увидим. То есть совместные песни, которые на моем альбоме, на делюксовом издании вышли. Мой слушатель всегда знает, чего от меня ждать. Мой слушатель, который купил мой альбом, он точно знает, что там не будет унца-унца. Точно знает, что там не будет каких-то заигрываний с другими стилями. И абсолютно коммерческий в этом смысле бездарность. То есть у меня не какой-то там каждый альбом охват более широкого слушателя. У меня всегда широкий слушатель. То есть у меня из альбома альбом я пропагандирую просто хороший вкус, хорошую музыку, хорошие тексты и все. Но у меня не стоит задача сделать там что-то такое, чего я никогда не делал. Я уже не настолько молод, чтобы быть в каком-то творческом поиске. Поэтому я уже себя нашел. Естественно, мне интересен какой-то новый звук, новые фишки, новые темы и так далее. Но не вот, чтобы надо сесть и написать что-то такое, чего от меня не ждут. Вот так вот ни разу не садился за стол. Кип-хоп в Казахстане я видел выступления. Я видел как хорошие команды, так и очень слабые. То же самое происходит в России, в Украине, в Беларуси. Поэтому я не могу вам сказать, что какое-то очень сильное отличие есть. В целом, по моим ощущениям, в Казахстане довольно мало хип-хоп команд. В России их существенно больше. Мы уже в России, слава богу, преодолели тот момент, когда абсолютно каждый, кто слушает рэп, тоже рэпер, тоже пишет. Вот, ну, это происходит, но они, слава богу, начали ходить на концерты. Потому что раньше было, вот, я наблюдаю примерно то же самое в Казахстане. Я так понимаю, что здесь, там, я сам рэпер, что я пойду на него смотреть, что я буду его слушать. Я сам рэп пишу. Вот, такое мы уже прошли. У нас уже, я вот сам пишу рэп, с удовольствием хожу на концерты русских рэперов. Мне просто интересно. Больше всего нравится тот человек, который после меня будет выступать, но из МС. Собственно, я полностью лоббировал его приезд. Очень просил, договаривался, в том числе и с Ваней. Потому что, ну, возникали определенного рода проблемы, в том числе, там, с его привозом. Но, слава богу, все хорошо. Я слушаю все. Если взять сейчас плеер, айпод и посмотреть, там, на самом деле, широкий спектр. Как вам сказать, социально ответственный человек, которому, ну, не безразлична жизнь в своей стране. Ну, нельзя сказать, что, вот, я готов, там, в политику лезть, так или иначе влиять на нее. А у Вани свое мнение по этому поводу, свой путь. Я считаю его путь наиболее смелым, но и тернистым. Да, ну, здесь же, знаете, все от малодушия зависит. То есть, вот, он в этом смысле абсолютно безбашенный человек. Вот, я его за это очень уважаю. Рэперы – это такие незапланированные артисты по залету. Это совершенно случайно, каждый каким-то своим путем. Никто целенаправленный, эта культура довольно молодая. В моей жизни она появилась, там, лет, наверное, в 14-15. Поэтому нельзя сказать, что меня к ней готовили. Вот, я любитель. Я не профессионал. Ну, это же не классическая музыка. Мне даже нравится, что она такая. Ты можешь его либо делать, либо не делать. Тебе ничего не предначертано. Вот, поэтому, слава богу, что артисты, которые там больше… Вот, чем хороша эта музыка, тем, что если у тебя там что-то не получается, не прет, больше, вряд ли ты продержишься больше трех лет. Ну, потому что культура очень неблагодарна. Если ты делаешь что-то плохо, то там, ну, никаких шансов тебя там заработать, жить на это, или просто получать удовольствие от производства. А если получается хорошо, и если человек действительно любит хип-хоп, он задержится надолго. Так как в этой индустрии денег не так много, а тем более легких, каких-то простых денег, вот, здесь задерживаются именно те, кто действительно любит рэп. Поэтому все рэперы, которые сейчас видны, у которых больше двух, там, трех альбомов, они здесь не случайны, потому что они очень любят эту культуру. Они не в этом стиле, не потому что им в нем удобно, там, они не умеют петь, поэтому читают. Действительно люди, которые любят. Поэтому я очень горжусь, в принципе, данным течением. Когда я сталкиваюсь с музыкантами, я понимаю, что я больше, конечно, поэт, чем музыкант. Но стоит мне месяц не пообщаться с тем, кто очень хорошо играет на клавишных инструментах, на гитарах и умеет петь, я понимаю, что я тоже музыкант. Я такой сэмпловый музыкант, я музыкальный паразит, можно сказать. В клавишах, ну, может быть, я именно говорю это не фортепиано и прочее, а на клавишах. Я такой двухпальцевый композитор, вот. А так сэмпловая музыка в основном. У меня, слава богу, я могу с гордостью и с уверенностью сказать, у меня, слава богу, хороший музыкальный вкус. Это помогает мне в написании собственных песен.